Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Есть разговор» на телеканале CBC. И с вами Оксана Вильева. Наш сегодняшний гость – президент Международной организации исламской молодежи Хамад Хан Какар. Хамад Хан Какар – активист по делам молодежи и прав человека. Возглавлял несколько международных конференций по вопросам мира и согласия. Ведет сотрудничество с Комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджана. Председательствовал на четырехсторонней конференции дружбы между молодежью Азербайджана, Турции, Пакистана и Афганистана. Президент Международной организации исламской молодежи Хамад Хан ставит перед организацией задачи помочь преодолеть проблемы, с которыми мусульманская молодежь сталкивается в современном мире. Просвещать и обучать мусульманскую молодежь, чтобы те могли стать активными гражданами в своих странах. Направить на конструктивный диалог между другими религиозными организациями. Хамад Хану всего 25 лет, но благодаря своим достижениям в качестве борца за мир, он вдохновил огромное количество людей не только в родном Пакистане, но и во всем мире. В 2021 году Хамад Хан был награжден президентом Пакистана. Также за свои заслуги в регионе Хамад Хан получил волонтёрскую премию мира от министра по делам парламента Республики Пакистан. Здравствуйте, мистер Хамад Хан. Мы рады видеть вас на нашей программе. Добрый день. А я благодарю вас за то, что предоставили мне возможность участвовать в ней. Итак, я предлагаю начать нашу беседу. Для начала мы хотели бы узнать, чем сегодня занимается Международная организация исламской молодёжи. Международная организация исламской молодёжи была создана в соответствии с концепцией проблемы исламофобии, которая в современном мире имеет место быть. Вместе с тем конфликты между странами исламского мира продолжаются уже много лет. В связи с этим организация проводит многочисленные международные конференции по данной теме. Мы предоставляем молодёжи возможность для дипломатических переговоров, в которых те могут сыграть большую роль в решении проблем между странами. Важно отметить, что молодёжь играет существенную роль в дипломатии, создавая конструктивные отношения между странами. За последние четыре года нами было проведено несколько крупных международных конференций, и мы с нетерпением ждём, чтобы таких важных событий было больше. Одним из таких событий стала первая в истории Генеральная Ассамблея Исламской Молодёжи, которая прошла в Квете. Это было уникальным событием для исламского мира. В ней участвовали представители 25 стран, включая министров иностранных дел. Мы организовали двухдневную конференцию в соответствии с вызовом, с которыми сегодня сталкивается мусульманский мир. В том числе, это было огромное достижение мусульного мира. Какие программы и проекты проводит Ваша организация для поддержки и развития молодёжи? И для развития использования? Первое мероприятие, которое мы организовали, было ещё до пандемии COVID-19. Оно было связано с сотрудничеством молодёжи Пакистана и Азербайджана. В том мероприятии обсуждались два ключевых вопроса. Вопрос Кашмира между Пакистаном и Индией, а также вопрос Карабаха между Азербайджаном и Арменией. Наш девиз был оказывать всестороннюю поддержку азербайджанскому народу, правительству Азербайджана, во всём, чем мы можем поддержать со своей стороны. На этой встрече было также отмечено, что азербайджанская сторона заявила о полной поддержке вопроса Кашмира в отношении позиций Пакистана. Ещё мы посвятили мероприятие Пакистана-афганскому мирному диалогу. Вы знаете, что мы — страны-соседи. Мы разделяем одну большую границу друг с другом. Но всё же отношения между нашими странами плохие. В сознании афганского народа сложилось такое представление — какая бы война ни была развязана против них, это по вине народа Пакистана и его правительства. Итак, наша организация вышла с посланием мира и конструктивного диалога. Мы привлекаем молодых лидеров к столу переговоров. Результат показывает, политика афганского правительства отличается от умов молодого поколения, которые присутствовали с афганской стороны на наших мероприятиях. Поэтому мы всегда стараемся выдвинуть молодёжь вперёд. Мы не хотим вмешиваться в серьёзную политику, но нам важно иметь своё слово в данных вопросах. Расскажите нам, как проходит работа вашей организации в Азербайджане, какие цели вы ставите перед собой, и осветите проекты, которые вы организовали уже здесь. Я считаю Азербайджан своим вторым домом, ведь я приезжал сюда больше 25 раз. И, как я уже говорил, первая конференция нашей организации здесь была посвящена освещению вопроса Карабаха. Вы можете представить, насколько близок нам стал Азербайджан. Во-вторых, в прошлом году в Пакистане мы провели Генеральную исламскую ассамблею, на которой мы приняли одну из важнейших резолюций, связанную с вопросом Карабаха. Там все представители мусульманских стран открыто объявили свою полную поддержку народу Азербайджана в карабахском вопросе. Всегда наше внимание сосредоточено на Азербайджане и Турции, ведь, как вы знаете, Пакистан находится в содружестве с ними. Стоит отметить и стратегическое партнёрство наших стран. Азербайджан — представитель мусульманского мира. И когда Азербайджан блестяще одержал победу в 44-дневной войне, я обратился во всех своих социальных сетях с мыслью о том, что именно Азербайджан дал большую гордость всему мусульманскому миру. Потому что за последние много лет исламский мир не видел ни одной победы. Мусульманские страны были только оккупированы другими народами. И впервые мы увидели, как мусульманская страна одержала победу над оккупантами. Это была большая новость и большое счастье для всех нас. Как вы сказали, ваша организация сотрудничает со многими странами мира. А каким образом организация содействует формированию, как вы сказали, толерантного общества, основанного на уважении к различиям и принятии других культур и религий? Ну, возьмем, к примеру, посол мира нашей организации — христианин. Таким образом, мы открыты не только для мусульман. Иногда люди путают слово «ислам» с чем-то другим. Вот наша организация показывает, что мировой ислам — это страны с мусульманским большинством. Однако и христиане мирно живут там. Важно отметить еще кое-что. Некоторых людей смущает само слово «ислам». И это не только из-за терактов США 11 сентября. Когда где-то слышат слово «ислам», люди часто ассоциируют его с радикальным или экстремистским исламом, тем самым выделяя хороших мусульман и плохих мусульман. Но я всегда при любой возможности говорю на международных площадках, что нет двух видов ислама. Нет хороших или плохих мусульман. Есть только один ислам, и это мирный ислам. А человек, который совершает убийство невинного человека, уже априори не является мусульманином. Согласно священному закону, если человек убил одного человека, то он убил все человечество. Если он спас одного человека, то он спас все человечество. Также касаясь темы толерантности. Говоря о толерантности, можно сказать, что мусульмане чаще испытывают толерантность по отношению к другой культуре. Когда я посещаю Европу или другие страны, еду на международные конференции, я ношу традиционный костюм своего народа. В Пакистане такой костюм мы носим и в качестве официальной одежды. Я всегда замечаю, как западная принимающая сторона смотрит на нас косо, и наверняка кто-то провел параллель наших одежд с одеждами террористов. Если вы хотите носить любую одежду, носите, мы не имеем ничего против. Однако почему возникают вопросы о том, что носить мне? Судить меня по моей одежде. Позвольте мне заговорить. Узнай сначала о моих целях. Если мои цели, на твой взгляд, неблагородны, то разъясни мне. Но зачем судить меня по одежде? Также касательно мусульманских женщин в Европе, которые носят хиджаб или никаб. Вот они сталкиваются с куда большими проблемами. Особенно те женщины, которые покрыты во Франции и Швеции. Они буквально не могут спокойно выйти на улицы, а те, кто носят никаб, их задерживают. Мы не предъявляем ничего к европейским женщинам о том, как они одеваются на деловые визиты, приезжая к нам. Ведь это личное дело каждой женщины. Это нас не касается. Касательно толерантности, последние несколько лет слово «ислам» целенаправленно использовалось против мусульман. Созданные империалистами террористические организации эксплуатируют слово «ислам» в своих коварных целях. Сейчас мы тщательно работаем над тем, чтобы мировой исламской молодежи давали справедливые, одинаковые возможности для жизни. Возможность говорить на международном уровне. Они, поверьте, не планируют стать террористами и никогда не пойдут против других людей от имени ислама, потому что у них настоящие цели правоверного мусульманина – жить в мирном обществе. Есть большой пример для нас всех. Когда Римской и Персидской империи тысячу лет назад считали арабов за пастухов, персы и римляне называли их пастухами. Но история показала, что эти самые пастухи стали серьезными завоевателями и правителями. Как и наш пророк. Он создал тогда образец для подражания – город Медину. Тогда пророк дал указание полководцам – всякий раз, когда вы идете на войну, никогда не прикасайтесь ни к одной из женщин. Если вы идете в другие страны с проповедованием религии, зачем вам убивать невинных людей и в конце концов ломать деревья? Подобные вещи мы объясняем и мусульманской молодежи сегодня. Нужно быть толерантным со всеми. Если не быть сегодня толерантным к другим религиям, то завтра это превратится в большую фобию и проблему для обеих сторон. Конечно, мы сталкиваемся с сопротивлением к нашим идеям. Иногда мы видим оскорбительные выражения, которые используются в международных СМИ. Несмотря на это все, мы будем продолжать доносить нашу позицию в доступном и конструктивном ключе. А с какими еще препятствиями сегодня сталкивается организация исламской молодежи? И как вы справляетесь с ними? Как президент этой организации могу сказать, что мы сталкиваемся со многими вещами. Говоря о себе, если бы я работал в других международных организациях, это было бы куда финансово выгоднее и менее хлопотнее. У меня было бы больше времени зарабатывать деньги, читать лекции в разных точках мира. Больших результатов мы не можем пока реализовать, потому что в умах людей западных стран все еще сидит стереотип о мусульманах как радикальных исламистах. Я бываю в разных странах и представляю исламский мир. На мероприятиях международного уровня, где есть и молодые ребята-мусульмане, я замечаю, что некоторые из них испытывают дискомфорт из-за стереотипа террористов. Это частое явление, когда проводится параллель между терроризмом и исламом. Наша молодежь боится таких вещей, и мы пытаемся сделать что-то с этим. И первое, я часто бываю в разных университетах мира и пытаюсь разрушить этот стереотип, рассказывая, как есть на самом деле. Я такой человек, как и вы, меня никто не финансирует, не управляет мной. Об этом же я заявляю и в СМИ. Повсюду, в разных странах у меня есть друзья. Большинство конференций с участием правительства Пакистана финансируются государством, а не другими организациями или еще кем-то. Мы пытаемся привлечь не только нашу молодежь, но и европейскую. Я хорошо знаю Европу и имею хорошие связи там. Европейцы всегда боятся кого-либо обидеть. Для них не так важна религия, как для нас, мусульман. Они не могут понять нас в этом. Если в европейских странах сжигают Коран, для них это такое же явление, будто горит обычная книга. Даже если в Европе будет гореть Библия, сомневаюсь, что кого-то это заденет. Все потому, что для них данный акт — это свобода самовыражения. Сейчас хороший момент, чтобы прояснить это. То, что они называют свободой самовыражения, обижает 3 миллиарда мусульман всего мира. Что это за свобода самовыражения, если ты обижаешь огромное количество людей, существенную часть населения планеты? О какой гармонии и содружестве о современных правах человека можно говорить, если запрещается носить женщинам то, что они хотят носить? Где тогда их активисты по правам женщин? Сейчас самое время поднимать эти вопросы Западу. Было время, когда главы мусульманских государств поднимали на международных форумах эти вопросы. Их Запад не слышал. Но мы, мусульмане, по-прежнему будем продолжать говорить об этой проблеме. Относительно гендерного равенства и участия женщин на руководящих позициях. Какова позиция исламской молодежной организации в этом вопросе? Касательно этого вопроса, в моей исполнительной команде в том числе есть и три женщины. Генеральный секретарь – женщина, вице-президент – женщина, пресс-секретарь – женщина. Вы увидите большее доминирование женщин, не только равноправие. Работаем мы в соответствии с культурой уважения. Если девушка в юбке хочет работать с нами – нет проблем. Если она хочет работать в хиджабе – тоже нет проблем. Наши форумы могут послужить знаком толерантности, и они открыты для всех. Помимо дресс-кода, на форуме мы открыты к другим мнениям, к другим религиям. В прошлом году на Исламской региональной ассамблее участвовало много женщин. И они, кстати, были одеты согласно своей религии. И, конечно, никто не вправе диктовать свои условия по дресс-коду. Также мы можем видеть равноправие женщин в разных секторах общества. К примеру, если взять Пакистан. Часть женского населения покрываются согласно религии, а часть не покрывается. Это их право, и мы обязаны уважать это и поддерживать их. Для нас важен человек, который вносит вклад в мусульманский мир, стирает стереотипы по отношению к мусульманам. Тот, кто имеет истинные знания, кто в курсе наших проблем. Поверьте, никто не будет судить человека ни по религии, ни по языку, ни по культуре, ни по одежде, ни тем более по гендеру. Мы также хотим узнать, как проходит сотрудничество вашего сообщества с государственными и негосударственными организациями для достижения ваших общих целей и для решения каких-либо проблем. Без поддержки правительства не выжить ни одной организации, работающей на международном уровне. Также нам оказывают внимание и правительства других государств. Например, мы получаем помощь от правительства Пакистана, нам выделили штаб-квартиру. Тем не менее, у нас также прекрасные отношения с Турцией. Мы сотрудничаем с их правительством, и всякий раз, когда нам нужна помощь, мы получаем ее от Турецкого посольства. Также поступают и посольства других стран, участвующих в наших форумах, вместе с тем выделяя своих спикеров. Нужно отметить, что у нас хорошие отношения и с неправительственными организациями. Если мы говорим о правительственной организации, такой как ООН или Европейский Союз, с ними у нас нет никаких связей и сотрудничеств. Хотя мы и открыты к сотрудничеству с международными организациями. ООН открыт для всего мира. Я очень хотел бы находиться там и говорить о наших темах. Открыто среди представителей 192 стран. Для меня важно донести мировой общественности о проблемах мусульманского мира. Кроме этого, мы сотрудничаем и с национальными организациями. Например, с молодежными организациями в Турции, Омане, Египте, с Индонезией, Малайзией и другими организациями исламского сотрудничества. Вы сказали, что исламская молодежная организация работает над укреплением связей между культурами и народами. Что организация конкретно делает для этого? Мы проводим межкультурные диалоги, конференции. Провели четырехсторонние молодежные конференции дружбы Азербайджана, Турции, Пакистана и Афганистана. Общалась молодежь этих стран. Обменивались культурами, мнениями, новостями. Задавали друг другу вопросы. Например, с какими кризисами сталкивается сегодня простой афганский народ. Или о бедах, которые претерпел азербайджанский народ из-за армянской агрессии. Говорили об экономическом кризисе в Турции. А также о том, как народ Пакистана захватил терроризм и что творится там на протяжении уже 20 лет. Мы сидели все вместе и делились важными темами друг с другом. Также на некоторых наших мероприятиях присутствуют министры и спикеры парламента. Обычно они отвечают на вопросы по стратегической политике стран. Мы стараемся всегда предоставить площадки для многих стран на то, чтобы обмениваться культурами и мнениями. Вот, например, на Исламской генеральной ассамблее мы собрали 20 стран за одним столом. От каждой страны было по одному представителю. Каждый молодой представитель мог выступать там от имени своей страны в национальном костюме. Некоторые участники выступали на своем родном языке. Около 6-7 языков прозвучали там. Турецкий, арабский, английский, пушту и другие. Таким образом, это знак серьезного культурного обмена между молодежью. А для них это был уникальный продуктивный опыт. Молодые участники приехали туда, произнесли речь о силе своей страны. Они почувствовали себя молодыми министрами иностранных дел и с гордостью представляли свою страну. Поделитесь с нами планами организации по ее развитию и какие цели она ставит перед собой на ближайшие годы. Прямо сейчас мы работаем над одним изданием. Это первый журнал для молодежи всего мусульманского мира, который мы выпустим совсем скоро. Мы начали работать над этим проектом еще в прошлом году, но из-за определенных обстоятельств приостановили работу на время. Сейчас мы снова начали работать по максимуму над созданием этого журнала и доведем дело до реального выпуска издания. Мы планируем рассказывать о влиятельных людях мусульманского мира, политике, спорта, культуры и искусства, представителей СМИ, актеров киноиндустрии, а также будем освещать область науки и техники. Мы считаем важным показывать Западу и всему миру, что мусульманская часть планеты оказывает большое влияние на мир. Мы планируем делать выпуски с десятью интересными персонами мусульманского мира. И если нам позволят, мы хотим публиковать наши журналы в западных странах. Планируем также направлять наши журналы в самые влиятельные западные университеты. Хотим быть представленными там, чтобы каждый студент мог ознакомиться с нашим изданием. Также мы готовимся сейчас ко второй генеральной ассамблее мусульманской молодежи совместно с правительством Пакистана. На ассамблеи мы примем около пятидесяти стран. Их министерства по делам молодежи и спорта также заинтересованы в этом. Многое зависит от дат выборов в Пакистане. Как только они будут окончательными, тогда мы объявим даты нашей конференции. В прошлый раз это было наше первое мероприятие. Было несколько деталей, которые я хотел включить в наше предстоящее мероприятие. Поэтому на этот раз мы полностью готовы к этому мероприятию. Это будет мега событие мусульманского мира с участием представителей правительств, членов парламента и представителей средств массовой информации разных стран, которые мы примем. И это будет нашим самым большим успехом. Ведь последние пять лет я работал над этим. В прошлом году я организовал съезд, но не был удовлетворен на 100%. Но на этот раз я хочу сделать все возможное для этого. И на этой генеральной ассамблее будет пять резолюций по исламофобии, борьбе с исламофобией, по борьбе с кощунственным контентом против нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха. Также на этой ассамблее молодежь выступит с призывом содействовать развитию науки и технологий в мусульманских странах. Касательно Афганистана, афганский народ умирает вследствие сильного экономического кризиса. Вся их экономика разгромлена силами США. Поэтому люди умирают из-за голода. Они работают по восемь часов, зарабатывая всего один или два доллара, чтобы прокормить всю свою семью. Поверьте, там очень тяжелая ситуация. На следующей генеральной ассамблее мусульманской молодежи мира мы будем призывать представителей ведущих организаций, присутствующих на конференции, организовать продукты питания, палатки и другие вещи для жителей Афганистана. Кроме того, на второй генеральной ассамблее мы поднимем тему последней резолюции по Кашмиру и по Карабаху. Эти вопросы вы частично поднимали на прошлой генеральной ассамблее. В этот раз мы существенно расширим поле для обсуждения этих важных вопросов. Благодарю вас, мистер Хамад Хан, за то, что дали интервью нашей программе. И вам спасибо большое. А я напомню, что в этом выпуске программы «Есть разговор» на телеканале CBC мы беседовали с президентом Международной организации исламской молодежи Хамад Ханом Какаром. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!